Здравствуйте, господа! Сначала срочная, короткая выдержка интервью Никиты Васильевича Буянова для Digital Razor. А нам пляшем? У нас миссия, ёптать, вселенская. Лям, полтора, лям. Не проверишь до конца, было ли это правильное решение или нет. Я полностью управляю разработкой. Прихожу когда на работу периодически, а там все сидят, либо жрут, либо лясы точат. Потом выходит патч, ну аааа, всё, и все снова играют. Раз играют, значит нормально. Да, в этом видео я разберу и прокомментирую интервью Никиты Буянова. Это будет разбор главных тезисов основателя БСГ и моих комментариев к ним. Поехали! Ну, по-дельку невозможно, но мы стараемся сделать так, чтобы все нас любили. Что всё было хорошо, всё было прекрасно, замечательно. Из-за большой любви было добавлено новое издание и все остальные баги. Именно поэтому. Ладно, смотрим дальше. Но всё равно это не получается, но мы стараемся. Мне кажется, в этом и есть один из приколов, почему у нас всё получается. Не получается, но при этом всё отлично получается. Ну и в целом, может, это оговорка, но в целом фраза заканчивается тем, что получается. Это очень интересная оценка своих деятельностей, что всё получается. Ну, блин, я думаю, есть много людей, которые готовы с этим поспорить. Но в этом интервью Никита Васильевич сильно не будет вступать в споры. Кстати, про аудиторию. Также Никита сказал, что США – это самая большая часть аудитории игры. Германия на втором месте, а Россия занимает четвёртое или пятое место. Но четвёртое, возможно, третье, точнее, может быть, занимает какая-нибудь азиатская страна. Почему нет? Также Никита Васильевич дал совет, как правильно нужно было разрабатывать смуту. Смотрим. Надо было просто всё спокойно запустить в бете. Да пилить до работы. Пилить, 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 пилить. Было бы нормально всё. Ну, то есть, пилить, пилить. Ну, мы этим, в принципе, и занимаемся в Таркове. Я так понимаю, что можно, на самом деле, было смуте и не только потратить деньги, да, но ещё и выжить по максимуму ещё больше людей и нихуя не сделать. Вот. Скорее всего, так бы и было. Потому что, ну, на бюджетные деньги там или на какие это было сделано, я не думаю, что стало бы лучше от того, чтобы они пилили, пилили, пилили. Тут, наверное, от команды зависит отношение людей к проекту, а не того, что нужно было делать, блядь, чтобы было хорошо. Эта игра бы от этого лучше не стала, просто ещё больше бы из людей денег поимели. Вот всё. Вся история. Ну, Никита Васильевич своё видение, он смотрит, как бизнесмен, да, он смотрит, как на этом заработать. И это не значит, что продукт был бы лучше. А у нас ещё наша русская комьюнита такая, она душа ошибок не прощает. Она очень любит драму, и она очень любит, когда у кого-то что-то не получается. Если у тебя что-то получилось, никто это обсуждать не будет. Я думал, первоисточник и генератор драмы, сюра, фарса в нашей любимой игре – это ваша студия, Никита Васильевич, всё-таки. Всё-таки вы задаёте ситуацию, которая провоцирует или сподвигает людей на драму, на сарказм, на злость и так далее. Всё-таки, наверное, не стоит себя исключать, да, из этого уравнения, что на самом деле просто русскому комьюнити делать нехуй. Типа, они такие, блядь, шо это такое? Нет, когда делаете хорошие вещи, я думаю, что и люди, на самом деле, адекватно оценивают. Может, вы просто не замечаете, когда вас хвалят и видите только плохое? Опять же, это зависит от открытости перед аудиторией. Но хочется сказать о том, что OBSG не самая закрытая студия. Они всё-таки частенько проводят подкасты и так далее, и так или иначе находятся в контакте со своей аудиторией. Но, опять же, насколько есть взаимопонимание аудитории разработчика, это уже, я думаю, вопрос очень дискуссионный. Но главный разработчик также назвал причины, почему в некоторых моментах ополчились на игру. Потому что ты начинаешь это всё разматывать, всю эту историю, и возникает такая ситуация, что люди просто очень сильно устали в целом по жизни. Период жизни такой непростой сейчас идёт. Людям нужно выпустить пар где-то. Ну, это, конечно, очень интересно. Вы просто устали, ребят. Вам надо отдохнуть. Я даже не знаю, как это прокомментировать, честно говоря. Подаётся ли это какая-то, эта фраза, это объяснение кому-то рациональному? А рациональной аргументации я думаю, что нет. Это, наверное, всё-таки что-то такое эфемерное, да, метафизическое имеет Никита Васильевич. Потому что я не понимаю, что он имеет в виду. Вы просто устали. Люди устали ждать, когда исправят многолетние баги. Отчего они устали? То есть, ну, тут бы хотелось немножко больше конкретики именно по пунктикам, от чего они устали. Просто играть в эту игру они устали? Я не думаю. А вот терпеть возможно. Потому что могли люди некоторые очень долго терпеть. И как бы не затерпели до конца. Удалили, там, ушли и начали скандалить и так далее. Почему нет? Решать только вам. Однако Никита Васильевич знает, как наладить этот процесс. Если ты будешь продолжать работать, если ты будешь продолжать продвигать позитивные какие-то темы, порядочные, не будешь там стараться как-то напарить и прочее, то всё будет хорошо. Ну, на самом деле мысль здравая, да. Единственное, что про напарить, всё-таки последние события, одни из недавних, всё-таки вызвали такие подозрения в комьюнити, что их напаривают немножко. Но, с другой стороны, люди всё равно же купили, да. Поэтому, как бы, да. Мысль здравая, да. Я согласен. Базара ноль. Единственное, что вот, как бы, самокритика же есть, должна быть какая-то. Или самоанализ, как бы, происходящего, что это такое было. Ну, ладно. Возможно, Никита Васильевич немножко через сито, так скажем, такой фильтр пропускает некоторые события. И самокритика не занимается, и самоанализом. Потом выходит патч, ну, а-а-а-а, всё, и все снова играют. Выходит патч, и все снова играют. Ну, на самом деле, такая логика действительно есть у разработчика. То есть, они так и думают, на самом деле. Сейчас мы, и мы это знаем, да. Сейчас мы вкинем контент, они будут рады. Сейчас мы что-то добавим, и люди снова на какое-то время будут рады и счастливы. Только это всё приедается, а проблемы остаются. Вот в этом вся главная проблема. Только, конечно, все радуются патчам и так далее. Но когда эти патчи несут не только новые, да, контент, новые баги, но и когда что-то старое решается. Что-то очень-очень закоренелое, вечное. Сказал Никита Васильевич о тех, кто стримит Тарков уже 8 лет, и что эти люди не могут уйти с этой игры, потому что она основная. На самом деле, да, это действительно есть такой фактор. Фактор Таркова или фактор одной игры, наверное, можно сказать, что я думаю, что по другим играм также аудитория набивается под конкретно какой-то проект, в который играет стример. И, конечно, да, стример устает. И тут стоит с ним согласиться, что бывает такое, что человек, который долго занимается одним делом, он не может быть постоянно на позитиве. Он знает все проблемы, знает все изъяны. И он, конечно, начнет говорить. И, наверное, ему немножко обидно, что, может быть, что люди, которые очень-очень давно с проектом, они вдруг... Все было хорошо, а он потом начинает критиковать, указывать на проблемы и так далее. А он видел в нем только исключительную поддержку и 100% лояльность. А тут такое. И вот он про них тоже говорит. Ну, как бы с такой интонацией, что якобы... Ну, а что он играет? Представляешь, в одну игру играет? Вроде как тяжело, а с другой стороны он как бы показывает на то, что человек... Все равно зависим от этой игры. Вот в чем дело. И от этой аудитории, которая поддерживает только этот проект, только эту игру. Дальше было палево. Возможно, Никита не играет в свою игру. Смотрим. Но даже когда возникает у меня ситуация, что у меня есть время какое-то, я сажусь такой. То есть, я надеюсь, конечно, что там речь шла про временные игры. Я надеюсь, что время на то, чтобы поиграть в собственную игру у Никиты Васильевича все-таки есть. Иначе у нас все очень плохо. Если он и в нее не заходит, как бы тут сложно уточнить. Но он говорит, что у меня нет времени играть. Но как тогда, если у тебя есть своя игра, которую надо тестировать? Так же я скажу вам о том, что многогодовые баги, да, скорее всего, не исправят. Это доказательство тому. Следующая фраза на тайминге 30-45. И точки зрения разбирать. Да, вот так классно сделали. У нас от этого нету. Блин, такие у них анимации крутые. У них движок, у них другой. Блин, как же им классно вообще. А мы вот там погрязли вот в этом старом движке. Ничего сделать нового не можем. Я такой расстраиваюсь. И не хочу играть в эту игру. И не хочу делать свою, да? Вот, сильно расстраиваюсь от этого. Кстати, прошлый тайминг, где было палево, что Никита не играет в свою игру, это тайминг 3.16, если что. Хочу вам сказать, что отдел маркетинга в БСГ все-таки есть. Ну, это не то, что... Это не какая-то массивная какая-то такая структура. Мы особо никогда не вкладывались в маркетинг. Реально. Мы никогда не платили никакому стримеру ни копейки вообще. Но они в него не вкладывались. А стримерам они никогда не платили. Следовательно, отдела маркетинга как такового все-таки нет, я считаю. Если Никита Васильевич когда-то все-таки работал в маркетинге, это немножко по-другому работает. Я немножко работал, у меня небольшой опыт есть. Еще одно тому доказательство, это вот тайминг 1.09 и 47 секунд. Я полностью управляю разработкой, всем маркетингом, вот это все. Все, что нужно сделать, я делаю для этого. И это очень плохо, все концентрировать на себе, хотя когда я снимал кино, тоже так делал, но я устал по итогу. Но это меньше, чем снять короткометражку, да, это все-таки больше затраты, это больше контроля, это больше нагрузка на мозг и так далее. Все завязывает на себе очень плохо. И на самом деле впечатление, у меня такое сложилось из этого интервью, что слишком уж много он завязывает на себе, и он даже один раз палился, но потом, не-не-не, я на самом деле все делегировал, но мы это еще до этого тайминга дойдем. Потом ведущий задается таким логичным вопросом, типа, а в чем смысл, брат? Должен же быть смысл, так есть смысл же. Ну какой? Страдает там... Кто там страдает? Ну, страдать, скорее всего, все-таки не от геймплея, ну, страдать от багов, опять-таки, я не думаю, что люди, как задумывалось, сейчас по большей части страдают от геймплея, как бы. Ну, я не знаю, пишите свое мнение в комментариях, но мне так кажется. И мне кажется, что главный разработчик игры все-таки сам, но, судя по реакции на вопрос, сам не совсем знает, и он сам, наверное, устал, как вот он сказал, да, что люди устали. Мне кажется, он сам устал, и сам не совсем понимает уже некоторые моменты своей игры. Хотел бы я, конечно, в этом ошибаться. Также Никита Васильевич показал, какой он лидер, потому что, когда он приходит в офис, происходит следующее. Прихожу в офис, все сразу... Очень круто, мне это очень нравится. Прямо ощущать это, что ты такой лидер. Нужно делать для пацанов все. Ну, для своих нужно делать так, чтобы все чувствовали себя безопасно. Ну, оно же в обе стороны, да? То есть и ты от них заряжаешься, и они от тебя, и вот такие... А для комьюнити это хорошо, потому что, ну, есть человек, который вот... Это главное. Он ведет команду, а вот куда? Куда он ее ведет? Это вопрос, я думаю, для ответов, опять же, в комментарии. Вот это все, конечно, вот так. Никита сам поднял тему своего лидерства и своей популярности, но при этом говорит, что он не любит свою популярность. Мне на самом деле это не нравится. Я не люблю это повышенное внимание. Особенно, когда я был в Европе, там вообще был трэш полный. Там невозможно было проходить. Люди все стояли на улицах. Вот я в Америке был, у меня менты останавливали, там такие... У меня сын играет, можно там я... Ну, кажется, что он все-таки лукавит, я не знаю. Также главный разработчик игры пожаловался на то, что у него было уныние. Что мне бывало? Это была такая всепоглощающая, такая хтоническая, такая вот прям тлен. Серость. Серость, даже мрак. Хтонь. Это даже не депрессия, я не знаю, что это. Мы с вами знаем, что это очень страшный недуг, да, страшный грех, кстати, если с теологической точки зрения подумать. От давления, да. И на самом деле, кстати, по разработке игры, это иногда было заметно, что как будто разработчика не существует, новостей нет, ничего не происходит. Как бы, мне кажется, были такие моменты, как вы думаете, когда это было заметно прям, что, а у нас вообще там что-то делается. Про скандалы и давление также упомянул главный, но восприятие реальности у Никиты и компании ровно следующее. А нам пляшем, у нас миссия, ебать, вселенская. Я, принципе, так и говорю всем, на последнем корпоративе так и сказал. У нас вселенская миссия, все, я ничего не знаю. Наша задача продолжать двигаться. Мне вот так сказали, все, все такие, окей. И теперь все об этом думают, и хорошо. Неважно, что, главное верить в что-то, понимаешь? Это все. И когда ты в что-то веришь, я, например, очень, я прям верю, прям пиздец, вот, как никогда. За последний год мне этой веры добавилось до хрена. Я чувствую, что все это неспроста было, да, там, какое-то влияние там на мир я оказываю, там, круто. Мне это нравится. И я понимаю, что, ну, вряд ли что-то случится нам, и это все дело как-то сломается, испортится, ничего не типа того. Ну, это такое, как бы, знаете, ну, вот это вот я говорил, что это свое понимание реальности, свое восприятие ситуации. Хорошо это или плохо, я на самом деле не знаю. Может, на самом деле это даже хорошо для разработки игры, но это будет зависеть от того, какой будет итог. Но несмотря на все необоснованные раздражители, веры у Никиты Васильевича стало только больше, как он говорит. Во все это хочется верить, и будет хорошо, если это так. Но главное, чтобы причиной тому была не, конечно, потекшая фляга, например, что и это чувство было необманчивое. Просто я объясню, например, фраза про влияние на мир меня немного напугала, как бы, и про вселенская миссия, мое влияние на мир. Какое-то влияние там на мир я оказываю, там, круто. Мне это нравится. Мне кажется, что вот такие вот фразы, когда говорит человек, мне кажется, они немножко его... Ну, он как будто находится немножко в своем мире. Я могу ошибаться, конечно, но это так забавно звучит. И поэтому действительно иногда опасаешься, что... Я надеюсь, типа, что этот человек знает, что он делает, а он не ебнулся, типа, совсем головой, что, ну, у него не начинает подсвистывать, блядь. Вот, я надеюсь, что, на самом деле, это такая уверенность и действительно вера, а не... Ну, я не знаю, какие-то проблемы. Я очень хочу в это верить. Возможно, я, на самом деле, додумываю. Про воровство в наглую также рассказал. Нет, 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 ты не понимаешь. Они прям в тупую все украли. В тупую. Ну, прям один в один. Один в один вообще. Ну, так люди же выкупят эту хуйню. Да, да, так они выкупили. Они так и говорят, что, типа, это все бездушное говно. Да, там, кстати, удобнее играть. Да, она быстрее где-то работает. Потому что они это все делают на другом движке. И у них теперь появился повод говорить о том, что, вот, видите, у них же получилось. У них же получилось. Ну, это правда. Технически, опять-таки, не во всем игра лучше Таркова. Ну, визуально, опять-таки, кроме деревьев, например, да, в которых я в восторге, есть полное говно. Как бы, несмотря на то, что это более совершенный, более привятный движок. Это, опять же, мое личное мнение. Но китайцы, опять же, еще не закончили работу над игрой. А китайцы работать любят и умеют. Вот этого надо опасаться, мне кажется, Никите. И, как бы, да, у них же получилось. У них действительно получилось. Вы ищите сейчас, я надеюсь, ищите, как решить те корневые проблемы многолетние. Они поэтому корневые, потому что многолетние, чтобы их решить. Не значит, что если игра сейчас пошла на спад, брейкаут, что она сошла, как бы. Она, скорее всего, подопустилась, если мы будем брать спорт, например, в турнирной таблице. Но это не значит, что гонка закончена. Они сейчас поработают и посмотрим. Еще Никита Васильевич имеет большой автопарк. Он состоятельный, и у него нет отпусков, как он сказал. Жить нужно так, чтобы у вас, ребятки, автопарк свой был, на самом деле. Там стоял, например, Каен, Марк, Чайзер, Крест. Это во всех кузовах, причем. Пара краунов, да. В общем, вот так вот. Да, конечно, у нас с Никитой Васильевичем абсолютно разные, скорее всего, вкусы на автомобиле. Едем дальше. А как ты к Твичу относишься вообще? Ну, помойка же. Нам Твич нравится, потому что мы с ними дружим. Ей нельзя, да, это такое говорите? Ты что, Твич-помойка? Да, подмигни. Что вы, с кем вы там конкурируете? С бабами в бассейне? Слышь, ну там много с кем можно конкурировать. Да неважно, мы же продвигаем хардкор лютый мужиц. Так, и нахуй вам Твич? Ну, у нас люди, очень много людей с Твича. Как ты будешь хардкорить в Тарковисе? У тебя одна рука на пенисе, блядь, на Твиче. Ну, серьезно. Тебе надо идти в Твич работать. Ну, на самом деле, ведущий-то задает вопросы, и Никита Васильевич не очень, я так понимаю, любит дискутировать, потому что, видимо, у себя он в компании привык. Вот именно с ним особо, я думаю, никто не дискутирует. Я могу ошибаться, я не нахожусь в компании, но вот такое впечатление. Он как сказал, так и будет. И когда ему начинают говорить, блядь, типа, с кем вы конкурируете на Твиче, у человека есть, видимо, свое какое-то видение Твича, и Никита начинает, как бы, ну, типа, ё-моё. И он не может аргументировать, и действительно создается впечатление того, что, как бы, да, Никита не может говорить плохо про место, в котором он находится. Про моды и ПВЕ-режим, конечно, сказано мало. В этом интервью там больше общие фразы были все-таки про игру, но ладно, идем дальше. Не покидая, как говорится, тему про Твич, Никита Васильевич сказал, что ему не нравится Steam. Мне Steam не нравится. Почему? А на хроничен? Там очень как-то все... Не знаю. Там, во-первых, очень много берут с разработчиков. А Epic Launcher убедил? Да, но там меньше берут. В Epic Launcher нет отзывов. Нельзя ревью-бомбинг сделать. Я не хочу ревью-бомбинг. Ты говоришь, как... Ты выпущу там EFT, они его за ревью бомбят сразу. Ну да, конечно, не хочется отдавать деньги, это понятно, но я не думаю, что это главная причина. Мне кажется, там минусов и опасений для Никиты Васильевича гораздо больше. И, скорее всего, шевелиться надо будет гораздо больше, чтобы угодить аудитории. Но мне кажется, что это все-таки... Steam это более реальная конкуренция, нежели свой сайт. Вот это вот все. Это, конечно, круто, но мне кажется, это уходит в какую-то архаичность. Все-таки реальная конкуренция будет именно в Steam, в Epic Game. Да, ты будешь получать там, ты будешь... Но если ты действительно веришь в свою игру, и ты думаешь, что она крутая, я думаю, этого бояться не стоит. А если ты не хочешь работать, не готов к тому, что надо будет ускоряться в работе, что надо будет совершенствоваться, ну тогда, наверное, да, мне Steam не нравится, так сказать, проще всего. Опять же, повторюсь, это мое мнение, и я не совсем все-таки понимаю мотивации для такого большого разработчика, для разработчика такой большой игры. Это все-таки, опять же, очень слабая аргументация того, почему он не хочет. И он не готов на эту систему дискутировать, и не меняют темы. Ну вот, почему он все-таки не хочет туда идти? Ну, скорее всего, потому что все-таки надо отдавать деньги, еще и тебя и обосрут. Ну, могут, есть такой шанс. Не обязательно, я думаю, что Тарков мне понравится широкой аудитории. Хотя Тарков уже очень многие люди знают. Даже в качестве эксперимента, мне кажется, это был бы интересный эксперимент. Почему нет? Чем сейчас занимается БСГ и так? Геймплей у Стакаи, но мы сейчас занимаемся ингеймом. Мы добавляем сюжетный квест и, собственно, возможность убежать из Таркова. Угу. Наук. Прикольно. Звучит как название. Окей. Но, опять же, я жду совершенно другого. От разработчиков он скажет, мы, блядь, занимаемся, то, что решаем проблемы, которые у нас сейчас стоят. Нет. Как бы это, я так понимаю, есть в пунктах, но вот намного важнее довести игру до релиза с теми проблемами, которые есть. Я, если правильно понимаю, и, опять же, из увиденного, у меня же своё восприятие. Но, как бы, мы вот на сюжет делаем упорку на реализацию релиза. Тавтология такая. Но вот про магию он не говорит. Ну, возможно, для интервью, для имиджа это и не обязательно. Не знаю. Также Никита рассказал, как он сделал первый капитал для своей игры, для своей первой игры. Где ты взял бабки? Я фрилансер. Я в дизайне же работал. Я дал геймдеву, я работал в дизайне, в полиграфии. Я фрилансер, как мразь. Это интересно и достойно уважения. Смотрите вот на этом таймкоде. В общем, без комментариев, действительно, он молодец. Он молодец в этом плане. Ничего не скажу. Классно. И, блин, просто похупаю. Ну и, как я говорил, все завязано на Никите Васильевича. Я так и на самом деле предполагал. Смотрим. Там все, немножко работа идет, рабочий день. И мне постоянно скидывают на финальное утверждение всякие диздоки, картинки, звуки. Там, что только не скидывают, потому что, как бы, они понимают, что я могу сказать им, что здесь вот не очень хорошо. Когда-нибудь будешь готов делегировать это? Я практически все делегировал, на самом деле. Я просто на самом главном сейчас сижу. То есть, на самом деле визуально все понимаю. То есть, иногда, такое было не один раз, что я на тормозах спускал какие-то темы, а они потом отыгрывались в очко. Но я думаю, что он не делегирует. И тут, скорее всего, нужен действительно человек, менеджер, который мог бы эту работу наладить. А он логистическую, может быть, и эти упущения, о которых он говорит, после выхода патча, они допускаются именно потому, что тем, к кому он делегирует, у них, скорее всего, не так много самостоятельности. То есть, контроль их работы полный. А из-за того, что они не принимают решения, ну, вот одобрят, тогда в этот... И человек просто исполняет то, что он говорит, то, что говорит человек, который контролирует. Он не думает своей головой, он не в диалоге, он просто исполнитель, скорее всего. Эти люди, они не самостоятельны. Ну, то, что человек за тебя делает какую-то работу, это еще не значит, что это делегирование. Делегирование, это когда ты отдаешь часть ответственности, и человек становится, ну, полуавтономен или автономен, до каких-то ключевых решений. Он находится с тобой в диалоге, именно, разработке. Я в этой позиции представления все-таки больше уверен. Вот. И я не думаю, что, мне кажется, Никита Васильевич немножко лукавит, что он делегировал. Мне кажется, он сильно уставший именно из-за того, что он очень-очень много на себе завязывает. И это, я считаю, плохо. Это вредит игре. Ну, и тоже одна из культовых фраз, которая была в начале. Проверишь до конца, было ли это правильное решение или нет. Но раз все работает, раз играют, значит нормально. Ну, Никита Васильевич, это очень хуевый подход. Очень. Если играют, значит нормально. Это вообще не должен быть ни аргумент. Вообще ни аргумент. Ну, типа, на ладе тоже люди ездят. Не значит, что это хорошая машина. Но как бы, но ездят, видимо, потому что так случилось, потому что они могут себе позволить и не могут. То есть, разные факторы бывают. И дешевую колбасу едят не от того, что типа, значит нормально. Возможно, нет аналогов. Возможно, нет конкурентов достойных и так далее. Но это не значит, что нормально. Вот этим себя успокаивать это самое последнее дело, я считаю. Ну, серьезно. В интервью есть очень интересная история про парня, который попал в БСГ. Это, судя по всему, это Таркин. Давайте посмотрим. Чел занимался видеопродакшном фанатским на Ютубе, делал прикольные анимахи. Я думаю, классный, что надо его взять. И мы его реально взяли, привезли из Перди какой-то из России. И клевые фанатские анимахи перестали выходить на Ютубе. Естественно, он теперь он зато аниматор, он анимирует классные дела. Обожаю, блядь, как это знаешь, какой-то типа... Он сам хотел. Да естественно, он хотел. Я вас немножко подуспокою, БСГ все-таки ищет людей, которые могут решить основополагающие проблемы игры. Сейчас, конечно, нацелены больше на таких более-менее серьезных ребят продвинутых, которые нам закрывают серьезные проблемы там всякие. Это хорошо, это как бы будем надеяться, что это речь идет именно о том, о чем у нас с вами больше всего болит душа. И больше всего горит еще одно место. Для тех людей, кто не верил или не верит, что некоторые персонажи в студии занимаются хуйней и не работают, вот, пожалуйста, подтверждение вам от главного. Я прихожу, когда на работу периодически, а там все сидят либо жрут, либо лясы точат. А теперь они стали типа узнавать, что он будет сегодня, он приедет. Я прихожу, все работают. Ну, я думаю, что это хуйня какая-то, когда так работает. Когда люди не говорят проектом, когда начальник, да, или все, если ты не можешь, то найми человека, который будет это делать. Что люди не говорят игрой, что они разбушлатились, блядь, это разнесло их так, что они работают из-под пинка, работают из когда-то начальства в офисе. Ну, нахуй такие люди нужны как бы тогда, если ты хочешь игру закончить. Ты либо сам тогда контролируй как бы процесс и сделай такую атмосферу, чтобы люди работали. Да, не то, чтобы все как рабы херачили, но не чтобы они, блядь, узнавали, приедет он или нет, чтобы действительно шел процесс. Да, отдыхать надо, надо и должно быть корпоративное какое-то общение и так далее. Взаимодействие это тоже влияет положительно на разработку игры, но когда ты говоришь, что у тебя, блядь, в компании есть такой фактор, найми ты человека, который будет ходить, блядь, и функция его будет в том, чтобы он просто смотрел, что у нас выполняется, что у нас не выполнено, кто у нас отстает, и задавать, регулировать эти моменты, чтобы у тебя вот есть слабое звено, и ты, вот этот человек, думал, как сделать так, чтобы где-то, может быть, немного надавить, где-то, может, наоборот, подбодрить, где-то скоммуницировать так, чтобы ему кто-то другой подсказал, может, он у кого-то боится спрашивать, да, как решить ту или иную проблему, или как решить ее быстрее. Это разработка, это коммуникация, и вот эти вот связи надо налаживать, а не то, что есть такой фактор, блядь, что приедет начальник, и это и все, ну это, ну они же, он же должен понимать, что как только он выходит из офиса, они снова ловят расслабон, и нихуя не происходит. Также Никита Васильевич сказал про 1700 серверов, и затраты на всякие разные поездки, и так далее. Мы же начали ездить на все эти мероприятия, а там же бюджет тоже лям, полтора лям. Ну а это окупается, да? Никита считает, что такие мероприятия нужны для студии, но не объяснил, кстати, зачем они людям. Что по мероприятиям думаешь вообще? В 21 веке они еще нужны кому-нибудь? Ты про оффлайн мероприятия, наверное? Ну да, да. Нужны. Потому что это нетворкинг, прикольные люди. Ну вот ты имеешься с точки зрения бизнеса, а вот для людей, для игрока. Нужны. Им у них будет шанс получить автограф от меня. Опять же, такой вопрос про любовь к своей популярности, к своей значимости, к своей фигуре. И опять же, меня настораживают моменты оторванности от реальности. Я про это говорил еще, когда глубоко, так сильно, лишь поверхностно разбирал некоторые действия студии в наших с вами видосах. Можете в этом плейлисте посмотреть. Как бы, да, немножко странно. Типа, то есть он опять же не может с вами комментировать, нахуя это людям, как бы. Ну, вы потратили деньги, вы привлекаете аудиторию и так далее, но конкретно, типа, оффлайн мероприятия для людей такие, да, зачем бесплатно в компах поиграть? Смешно, но забавно. Все-таки надо как-то лучше рекламировать, мне кажется, такие мероприятия. Я не думаю, что такие большие события, ивенты, они несут в себе только, ну, как-то, можно описать, блядь, вы потратили кучу денег, ты расскажи людям, что там было, что произошло, в чем польза этого мероприятия. Когда реклама была, ну, может, он, конечно, очень уставший был, но, блин, как-то интересно же все равно. А так действительно складывается впечатление, что, типа, БСГ тратит деньги и по няму полтора. Хуй пойми на что, чтобы позвать новую аудиторию, заскамить кого-нибудь там, да, как некоторые скажут и так далее. Странный ответ, странный. Также Никита Васильевич сказал о том, что меня действительно насторожило, что ему иногда становится плохо. Странно, у тебя странно начать какое-то меняется восприятие, типа, как под температурой ты сидишь, у тебя меняется восприятие мира, у тебя начинаются какие-то наведенные мысли, голоса в голове, там, конечно, шиза. На, ну, видимо, я до этого что-нибудь нашел. То есть, ты понимаешь, ты начинаешь общаться, ты что-нибудь делаешь, блин, у тебя начинаешь, два человека у тебя начинают общаться в голове на какую-то непонятную тему. Там много по точности. Ты думаешь, что за хрень? А я потом прислушиваюсь, о чем мне говорят? Они говорят, какой-то херне. И ты такой, так, все. А это же ты третий еще там получаешься. Да, ты во-твоем работаешь. Знаете, за главного действительно страшно, без шуток, определенно нужна мне поездка в монастырь или духовник какой-нибудь, да, с идеологической точки зрения. Но, опять же, это объясняет многие странные действия и нововведения со стороны студии. Типа, игрушечных пистолетов, игрушечных фигурок каких-то непоятных, плюшевых медведей, ну, это еще куда не шло. И вот, комнат сектантов всяких и так далее. Вот действительно есть некоторые странные действия в БСГ в плане разработки не очень, возможно, нужных на текущий момент. Как будто это какие-то прикладные штуки, которые острой необходимости, нужды и интереса даже в них как бы нет. И когда происходит такая штука, ну, тут уже стоит задуматься. Он говорит об этом на полном серьезе, что, ну, ёпты, голоса, ну, как бы, ну, ты очень встал, чувак, мне кажется, действительно. Все-таки надо научиться делегировать, и надо немножко изучить менеджмент, я не знаю, управление, что-то такое, чтобы наладить работу, или, ну, некогда если этим заниматься, то, скорее всего, некогда, ну, надо нанимать специалистов, действительно, специалистов, потратить деньги, но все равно штат постоянно расширяет, которые могли бы в этом помочь, потому что так можно игру и не доделать. Однако, несмотря на все мои опасения, главный очень уверен в себе, потому что все его действия не подвержены критике внутри студии, ну, вот почему, например. У тебя, короче, рождается охуительная какая-то идея, как тебе кажется, вот прям на 100 миллиардов денег идея, короче, ты вот прям зажигаешься, а тебе все говорят, бля, остановись, пожалуйста, поспи сначала. Нет, такого нет, мне люди как-то верят, доверяют, если, 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 как бы, я что-то делаю, прям, меня-то даже удивляет, что они все такие. Ну, вы не исключаете, Никита Васильевич, тот факт, что им похуй, типа, они забили на свою работу, им не интересно с вами работать, они просто исполняют то, что вы говорите, нет такого? Может, надо немножко по-другому иногда воспринимать реакцию людей? И когда ты сказал, у нас недельская идея, они такие, это, может, они, ну, типа, на самом деле показали так, а про себя подумали вот так. Вот такое, что же возможно, потому что, ну, и это должно быть подозрительно, даже я, когда снимал кино, да, многие вещи со мной не оспаривались, но когда оспаривались, это был дискуссионный вопрос, и я всегда говорил, вы мне советуете, но решение в конце принимаю я, что вот это вот сделать так, это вот так. когда ты управленец, когда ты режиссер, там, разработчик, я думаю, что если с тобой во всем везде соглашаются, это, ну, не совсем есть хорошо, вот, ты можешь, конечно, просто считать себя гением и думать, что ты влияешь на мир и ты очень популярен для американских клубов, но, скорее всего, это очень-очень, с этим очень опасно заигрывать, вот, и я не думаю, что это значит, что это хорошее положение дел, и на это ведущий намекает. Также он сказал про список фичей, которые должны были быть, но были порезаны в 7 раз. Было прикольно, у нас список, раньше вот этих фичей на релиз, он просто нереальный был, что там только не было, мы порезали его уже раз в 6 или 7 за последние 3 года, просто отрезаем нахрен, все, забываем про это. Ну, как бы нахрен, мы нахрен что-то говорим, это да, это про то, что говорит, иногда комьюнити говорят, некоторые стримеры, типа, блядь, вы говорили, вы исправите, вы не исправите, ну, блядь, да у нас был список, на самом деле, да, мы хотели, но мы его порезали. И, возможно, первая причина, я сейчас пофантазирую немножко, причина в том, что все завязано в одном человеке, он просто не успевает, и чтобы выжить, просто выжить, он избавляется от вот некоторых планов, он просто их вычеркивает, но, на самом деле, он просто, это же не решает проблемы, это просто избегание своеобразной проблемы, и избегание фич, это избегание проблем, но проблемы-то остаются, потому что игра продолжает функционировать с теми багами, хагами, да, которые там есть, ну, как бы, не знаю, не знаю. в заключении интервью, Никита сказал, что он очень любит общаться, но, видимо, как показывает история, не со своей аудиторией, конечно же, и я очень надеюсь, что не с теми двумя людьми, когда он сидит, работает, у него там два, он говорит, голоса общаться, я надеюсь, что он с ними не любит общаться, и все-таки эти оголоса, он посещает нечасто, и все-таки разработка идет по плану. В целом, про интервьюеров, про ведущих точнее, как бы такие, не понял, зачем чел в майке, в черной, это, видимо, основатель Digital Razer, Razer, ну, как мне показалось, ему там делать нечего, все вопросы, и пояснения, которые там были, они как будто были бы и не нужны, и он там, как будто лишний, я не знаю, это мое впечатление, вот парень белой майки, да, конечно, он задавал интересные вопросы, но опять же, когда он понимал, что Никита тонет, он так спокойно не стал утопить, это тоже очень по-джентльменски, очень, наверное, правильно, и я тут, наверное, даже с ним солидарен. Беседа прошла достаточно так тепло, гладко, и мне понравилось, это было интересно, хотя многими ответами Никиты Васильевича я не совсем удовлетворен, так скажем. Ну что же, господа, вот такой вот был разбор, и, как еще раз хотелось бы сказать, очень хочется надеяться на то, что, да, разработка игры идет по плану, будем посмотреть, подписывайтесь на канал, очень буду вам благодарен, если вам понравилось это видео, обязательно напишите комментарий, может быть, мы с вами еще что-то так поразбираем, но и будем ждать разворота церкви на локации леса, надеюсь, в списке фичей это появилось, давайте, господа, всего доброго, хороших рейдов. Субтитры сделал DimaTorzok